Ставшая почему-то крылатым главная не победа, а участие в этих стенах на девиз явно не тянет. Скорее на оправдание. На областных соревнованиях среди подопечных государственных стационарных учреждений психоневрологического профиля слабаков нет. Тут даже в предсостязательном волнении не забывают о цели текущего момента. Чтобы побеждать. Я люблю побеждать. Вот и поэтому я приехал сюда сегодня, чтобы выиграть. И таких, как Андрей, тут больше ста человек, приехавших из 11 регионов области. Хотя палитра спортивных дисциплин не так разнообразна, как на Паралимпийских играх, здесь проявить себя можно либо в волейболе, либо в настольном теннисе. Для многих, кто назвался спортсменом, это в первую очередь возможность себя им почувствовать и в полусоревновании на время забыть о собственном недуге. Обыгрую всех, всех обыгрываю своих. Играю лучше них намного. Участвую уже, наверное, третий раз и все второе место занимаю. В этот раз первое, ты получишь? Постараюсь. В региональном министерстве социальной политики считают, что такие турниры помогают мотивировать людей с ограниченными возможностями здоровья к активной жизненной деятельности, общению, к адаптации в обществе. Но одними соревнованиями работа по таким направлениям не ограничится. Тем более, что президент Путин накануне высказался по поводу создания безбарьерной среды. Эта программа уже действует во всех регионах страны, но полностью реализована пока только в Сочи. В ближайшие три года Нижегородская область планирует потратить больше 260 миллионов и областных, в основном и федеральных денег, для того, чтобы улучшить вот эту самую доступную среду. Здесь у нас много проблем. За три года 87 учреждений культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты получат возможность создать все необходимые до 100 условия. Предполагается, что чуть менее половина от запланированного объема работы по созданию безбарьерной среды в Нижегородской области будет выполнена уже в этом году. Продолжение следует...